Вот это, на самом деле, самый большой секрет о неприлично богатых миллионеров. Бизнес и предпринимательство, он может быть как такая клетка, как кандалы, и сознание такое же может быть. Предпринимательство, бизнес — это такая сплошная авантюра. И чем больше ставки, тем больше риски. Познакомься с собой. Люди настолько оторваны сейчас от реальности, что в первую очередь они оторваны от самих себя. За этим материальным счастьем есть еще и духовное счастье, есть еще не концепция меня как тела, а концепция меня как души. Говоришь, Господь, ну вот я твой, и прям без тебя это не смогу. Давай попробуем, позволь мне. Ну, конечно, тут начинается совсем другая история. По милости вот уже таким образом, знаете, работает некий социальный лифт или институт наставничества, что ты можешь выйти на следующий уровень только через кого-то, кто на этом уровне уже находится. По примеру Михаила можно видеть, как богатые люди с большими деньгами прилично богатые. Настоящая благотворительность — это соединить с источником, с Господом. И через Господа человек может осознать себя, свою суть, свои таланты. Помятуя о том, что я общаюсь с предпринимателем, который на моей памяти ни разу не опоздал на встречи, не понимая ценность того времени, я, наверное, буду стартовать и позволю гостям уже в процессе подключаться. Конечно, я очень рад, и ты знаешь, в каком-то смысле это прям большой показатель твоего смирения, потому что блог набирал силу давно, ты, безусловно, к этому тоже приложил руку, своей поддержкой, своим вниманием, своей любовью. И обычный человек, он быстро предъявляет какие-то права на то, чтобы что-то поиметь, а ты, сколько я, раза четыре, наверное, тебя просил присоединиться, побывать на эфире. Пришлось выждать аж 108 эфиров и целый симпозиум, в котором ты, слава богу, поучаствовал, став украшением этого мероприятия, чтобы сейчас была возможность уже более с глаз на глаз, что ли, пообщаться. И я знаю, что сегодня также будут резиденты арты-клуба, которые к нам присоединятся, и в целом гости присоединяются, поэтому мне очень хочется пойти с тобой, ну, хотя бы немного в ту часть, которая была до того, как мы тебя знаем, где ты основал клуб духовых предпринимателей, где тебя сейчас перевели из России в Дубай, и ты отвечаешь своей компанией за 50 стран, и у тебя, пооборот, 70 миллионов долларов, для большинства из нас это просто нули, для тебя это конкретный какой-то функционал ежедневный, в котором надо работать и выполнять довольно существенные, серьезные вызовы, задачи. Да, и при этом ты находишь время для того, чтобы быть любящим отцом и мужем, мужем для жены, отцом для таких детей, детей, я которых знаю, знаю, потому что они очень любят моих детей, это всегда было большой радостью для жены, что кто-то постоянно с ними взаимодействовал, поэтому это такой... Я не хочу его называть семейным эфиром, потому что он будет полезным для всех, но он семейным, в смысле, что на сердце мне отрадно видеться с тобой, общаться и, ну, как-то вот учиться тому примеру, который ты подаешь. Ну вот мои вводные пару слов. Я так понимаю, что ты сейчас все так же в Дубае, да? Да, спасибо тебе за приглашение, прежде всего, да, приветствую всех, кто-то отключился. Да, ну, похоже, должно было прийти время, чтобы это все-таки состоялось. Тоже несколько слов о тебе и о твоей семье, то есть я не перестаю удивляться, как бы, твоему стремлению к росту, вот, стремлению к расширению, стремлению давать людям возможность соприкоснуться с чем-то светлым, чистым, новым, через разные аспекты твоей деятельности, вот, поэтому я большой фанат твоей деятельности, вот, мне очень приятно с тобой взаимодействовать сюда, очень рад дружить с твоей замечательной семьей, с твоими замечательными людьми, поэтому, да, вдвойне, вдвойне удовольствия сегодня вместе с тобой. Спасибо тебе. Ну ладно, я не буду скрывать, у меня пока еще обусловленность большая, поэтому, когда ты говоришь добрые слова, у меня такие уши, как у слона, становятся. Но вот скоро, скоро будет эфир с Духовным Учителем, что я тоже очень давно ждал, у меня будет возможность как-то вот сказать, друзья, это вот отсюда, это вот благодаря ему, а все плохое пока еще, это мои тяжи. Ну да ладно, я этой части не знаю, поэтому она мне особенно интересна, это то, где, ну вот мне прям хочется узнать, и если ты пустишь туда, то было бы здорово, потому что у меня почему-то ассоциируется, когда я узнал, что ты ездил в Америку в какой-то момент, ну некая такая, знаешь, как ее называют, голубая мечта про американское чудо и про всю эту историю. Мне почему-то это напоминает фильм «Брат» или «Брат-2», по-моему. Я предполагаю, что это не обязательно было таким, но вот знаешь, у меня какой-то есть киношный образ, как оно, наверное, бывает, но как это было у тебя, и в каком возрасте ты туда отправился, и зачем ты поехал в Америку, было ли это, не знаю, поиск счастья или богатства, или, в общем, хочется туда очень сходить. Ну да, можно, да, в двух словах, то есть я родился в небольшом городе, вот между Нижневненовгородом и Казани, вот, в Ахтарах, и родился, да, меня воспитывала моя мама, вот мы вдвоем жили, отца своего я никогда не видел, ну так сложились обстоятельства. Вот, что, школа, университет, как бы, то есть они вот как раз такой некий экскурт, как бы, чтобы не вырывать эту историю. Вот, и в Америку я поехал где-то, наверное, на втором-третьем курсе университета, вот, я учился на экономическом факультете, и да, то есть первый опыт был неудачный, то есть у меня тоже, знаешь, всегда это захватывала эта история, Нью-Йорк, Лондон, как бы, то есть это какой-то другой мир, вот, и для молодого человека, как бы, то есть из совсем не богатой семьи, как бы, то есть из совсем не столицы, побывать, оказаться в таком месте, как бы, то есть это, ну, такая своеобразная мечта. Вот, и да, я узнал, что есть программа, на тот момент она Walk & Travel, по-моему, называлась, вот, ну, записался, первый год у меня не получилось сюда попасть, там, свой сиквел был, своя история, вот, с визами, как бы, то есть, как бы, там, рисовали, рисовали там визы различные, там, пытались, как бы, то есть, получить визу в Англию, в итоге не дали, короче, не получилось, ну, вот, со второй попытки это был Америка, то есть был Нью-Йорк, то есть это, конечно, тоже большой избег сразу, когда ты из, вот, через два дня, ты из небольшого города оказываешься в столице мира, то есть с огромными зданиями, там, Empire, South Building, то есть, вот этот прям центр, 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 ну, да, и вот такие ощущения, как бы, они непередаемы, вот этот аромат сладкий, как бы, то есть, там, каких-то пончиков, которые, там, рогалики, которые продают для туристов, как бы, то есть, там, разноцветные, как бы, люди со всех уголков мира и со всех уголков штатов, как бы, то есть, ну, удивительная атмосфера, чувствуешь себя, да, вот прям в центре, в центре, машины, которых даже в журналах я не видел, я не видел, а они там, как бы, то есть, я думал, что тут какой-то шик, как бы, то есть, они там просто ездили, где стояли, то есть, ну, такой прям совсем другой мир. Вот, и вкратце, как бы, то есть, да, то есть, это был сначала Канзас-Сити, я там работал продавцом мороженого, вот, потом в поисках легких денег попытался найти другую работу, вот, ездил на корпоративном транспорте, искал другую работу, оказалось, что там GPS-маячки были установлены, вот, всей нашей группой, как бы, то есть, нас уволили с работы, оказался в Канзас-Сити, там, с последних 200 долларами, вот, потом на 150 я купил билеты до Нью-Йорка, потому что понял, что в Канзас-Сити, наверное, это не самое лучшее место, где я хочу находиться, вот, в Нью-Йорке, как бы, то есть, там, своя история была, это Бруклин, Брайтон-Бич, паспорт в залоге у хостела, в котором я жил, потому что деньги уже кончились, никаких денег не было, никаких знакомых в городе тоже не было, вот, и вот такой, наверное, первый опыт предания, когда вот я выходил с утра в поисках работы, как бы, то есть, денег я уже в минусе на 25 долларов, потому что 25 долларов он за сутки стоил, вот, я уже где-то полтос должен, работы все еще нет, денег тоже нет, вот, и так он предание, когда я ходил и сказал, работал, ну, и такие разные тоже чудеса, там, встречались какие-то неожиданные знакомства, которые вот просто вот неоткуда появлялись, то есть, вот, сопровождали меня, потом, первая работа, первые друзья, вот, потом, лучшая работа, вот, потом, заработок хороший, где-то порядка, там, 5 тысяч долларов я заработал, вот, потом купил, там, автомобиль, этот автомобиль отправил из, из Нью-Йорка в, как он называется, Котку, это Финляндия, вот, потом забрал эту машину, просто можем, вот, и где-то через 5 месяцев, после того, как яду отправился, вот, где-то в сентябре, в октябре, когда я уже вышел снова в университете, вот, уже я щеголял на новом автомобиле, такой победитель американской, оседлал американские мечты, много чего там было между этим, как бы, ну, так, вот, вкратце. Слушай, а вот этот вот момент, который зачастую самый сложный, когда от продавца мороженого и минус 50 долларов, где нужно закрыть счет по хостелу до момента вот каких-то первых существенных тысяч долларов, которые, я так понимаю, ну, для чебоксар казалось, что прям ого-го, жизнь удалась. Хотя, наверное, когда тебя спрашивали, откуда ты, на слово чебоксары, они вряд ли могли повторить вслед за тобой название этого города. Ну, ты знаешь, как, я уж не помню, кто это, то ли шейх, который, это же шейх, по-моему, да, из Дубая, который приехал, и над ним американцы смеялись, потому что он ходил в своей одежде, и его это настолько задело, что что-то было в духе, вы сами будете просто кланяться и приходить в нашу страну. Ну, я об этом чуть позже хочу у тебя спросить, потому что сегодня, вот знаешь, даже у меня сейчас есть такая черная сетка и природа рядом. Я подумал, это так символично, потому что бизнес и предпринимательство, он может быть как такая клетка, как кандалы, и сознание такое же может быть, где люди просто пытаются упаковать как-то своих покупателей, и пытаются, вот, в буквальном смысле относиться к ним как комодити, да, как, ну, как вещи практически. И тому, где ты говоришь, вот свобода, вот возможность для твоей жизни, но позволь мне тоже быть полезным тем, что я делаю вот такой сервис или делаю вот такой продукт. Поэтому это такой небольшой тизер того, куда хочется сходить. И все же вот этот момент, когда ты, ну, ты как-то прям прыгнул туда про первые пять тысяч, то есть что тогда произошло, где вот был этот момент какого-то перехода в то, что получилось, и, я же не знаю, работу найти, да, или как-то все это начало стыковаться. Ну да, ну, по моему опыту, как бы, то есть, в принципе, предпринимательство, бизнес – это, ну, такая сплошная авантюра. Вот, да, и чем больше ставки, тем больше риски. И искусство, наверное, бизнесмена, предпринимателя – это не акцентироваться на возможной неудачи, как бы, то есть, а концентрироваться на возможной победе. Потому что если думать о неудаче, как бы, то есть, это, ну, и шага ты не сделаешь. Это, знаешь, когда стоишь на каком-то бревне, на каком-то высоте, да, и там такая высота пропасти, и ты просто ужас, как бы, от ужаса оцепенеть можешь, и не сможешь двигаться. Вот, и я думаю, что это природная какая-то склонность вот определенной категории людей. Я не знаю, могу ли я, насколько я могу себя к ним тоже относиться, отнести, вот, которые вот в такие авантюры, как бы, то есть, они легко входят. Вот, и, а когда движешься, как бы, то есть, когда концентрируешься на какой-то цели, то есть, ну, Вселенная, Господь или как бы для кого, как бы, то есть, Он дает эти возможности. Вот, и они приходят. То есть, вот это видение, о чем ты сказал, как раз от этого зависит. Уметь видеть возможности смотреть легко в будущее. Вот, и у меня это было примерно так же, то есть, для меня это было просто приключение. До того момента, когда вот у меня уже было минус 50, как бы, паспорт, залоги, вот, и я сижу уже обед, как бы, то есть, работы нет, такой на скамеечку сел. Ну, прикольно, прикольно, как бы, я все ждал, ждал. Вот, когда, когда, как бы, то есть, чудо случится. А чудо не случается, не случается, как бы, я все больше выживаюсь. Вот, и тот момент, когда я подумал, что, ну, уже как-то не смешно, как будто, Господь, ну, давай уже пора. И вот это вот прям такой момент был, этот момент, я зашел в следующее место, там, какой-то ресторан, вот, и меня взяли на первую работу, там, нужно было мыть посуду, вот, я буквально там два дня работал там, потом оттуда меня пригласили в ресторан, вот такой момент приятия. Потом, через неделю меня выгнали из ресторана, сказали, что никогда, никогда больше, никогда не пытайся быть официантом в ресторане. Это просто запомни, это не твое. То есть там была русскоязычная такая хозяйка ресторана, вот, ну, потом нормально, потом как раз нашел уже по профессии задачи, то есть в Камзо-Сити был продавцем мороженым, ты здесь тоже стал продавцем мороженым, вот, там появились дополнительные возможности, как можно было и приторговывать немножечко налево, вот, ну, в общем, все это было, дополнительный доход появился, как будто есть, возможности они приходят в этот момент. Но вот приходя к моему опыту, который я из этого вынес, что идет вот все вот через предание, как бы через такую некую авантюру вот эти возможности открываешь. То есть если ты не рискнешь, то, скорее всего, ничего не получится. То есть такого кратного увеличения, как бы, или куда-то на новый уровень, ну, ты не вынешь. И уровень риска, вот я недавно тоже, интересно, мыслушал, уровень риска, он пропорционален возможностям. То есть чем больше возможностей, тем глубже риск. То есть и тем сложнее, как бы, то есть для предпринимателей, которые ворочают миллиардами, вот, потому что там риски тоже на миллиарды. Как бы ты можешь миллиард заработать, а можешь 100 миллионов потерять. Как бы, может быть, 100 миллионов – это все, что у тебя есть, и даже больше, как бы, то есть тебе придется долги раздавать, и так далее, и вот эта вот квалификация бизнесмена. Ты знаешь, так интересно. Я только вчера, нет, в понедельник это было, на общекомандной встрече, я тоже поделился этим, потому что я подумал, не в одном ли мы вместе с тобой слушали, но просто синхронизация возникла. Я сейчас прохожу у Александра Андреева из резидента клуба вот этот курс «Команда Икс», и он как раз говорил об этом тоже, что, по сути, это прямо пропорционально. То есть тому, насколько человек берет из себя какую-то конкретную зону ответственности и риски, вот ровно настолько все остальное растет вместе с этим. Но зачастую это легче сказать, чем сделать, потому что люди по час, по тому и выбирают, ну, вот такой лучше я от сих до сих, и там, пускай не рублем больше, но зато нет никаких рисков. То есть они выбирают именно такую зону комфорта, зону стабильности, потому что, ну, вот, как бы такая природа. Ну и да, похоже, что вот этот дух, как это, entrepreneurship, да, как они это в Америке называют, дух предпринимателя, он все-таки подразумевает какой-то постоянный вызов. Но в этом и сладость, потому что ты, ну, как, если ты не бьешься в грудь и не говоришься, это я смогу, я достигну, я буду победителем, то там особо и прогресса никакого не будет духовного. Да если ты делаешь это как шаг навстречу Богу, и говоришь, Господь, ну, вот, я твой, и прямо без тебя это не смогу, давай попробуем, позволь мне, то, конечно, тут начинается совсем другая история. Да, вот это ты в тонкую тему уже начал заходить, как бы, то есть, потому что вот мы начали с грубого, как бы, с риска, вот, но на более тонком уровне, и абсолютно точно, что тонкая правит грубым, вот, я это прямо на практике узнал, как бы, не знаю, если будет интересно, могу рассказать, то есть прямо я ходил на рукопашный бой, на бесконтактный рукопашный бой, не знаю, многие ли об этом слышали, и вообще что-то об этом знают, как бы, ну, это прямо в реальности, это факт. Вот, и тогда я прямо на своем опыте понял, каким образом вот тонкая управляет грубым, то есть, и в предпринимательстве, в бизнесе это таким образом и происходит, то есть мы сначала создаем тонкую реальность, а потом эта тонкая реальность, или вот этот вот образ, как бы, то есть он наполняется энергией, и вот, и он превращается в повседневную какую-то грубую реальность. Но для того, чтобы пойти вот туда, вот в эту тонкую, нужно обладать квалификацией, то есть должна быть, нужно понимать, ради чего я это делаю, да, то есть даже вот, ну, ради вот этот высокий риск, как бы, нужно понимать, зачем я это делаю, ради чего. Вот, и здесь, ну, вот мой опыт исследования, вот заходя уже туда, потому что вот я посвятил достаточно большой промежуток своего времени как раз исследованию вот этих вещей, то есть что делают людей успешными, то есть благодаря чему они процветают, как это работает в бизнесе, то есть какие есть системы, методики, как бы, то есть что к этому приводит. Вот это тонкая вещь касательно веры, то есть как вот туда пойти, вот в это тонкое творение, и там не заблудиться, не потерять себя, и на выходе выйти, как бы, то есть, успешным, приумноженным, то есть не с шизофренией, вот, или не в депрессии, потому что для многих заканчивается путешествие именно этим, то есть они берут какие-то там долги, какой-то верят, какой-то проект там все кидывают, как бы, то есть, и вот потом там либо кредиты, либо какие-то расстройства, как бы, то есть разрушенная семейная жизнь. Вот, а как это делать качественно, так, чтобы быть еще в этом процессе и счастливым, то есть не просто на выходе быть богатым, как бы, а быть еще и счастливым в процессе, вот это вот большая наука, это большая наука, вот, и здесь она очень тонко связана с верой и взаимоотношениями с Всевышним. Вот это как раз подходя, подводя к теме твоего блога, канала, то есть это вот удало. Слушай, здорово. Да, я прям сейчас, я даже, ты знаешь, как ты сейчас попробовал блюдо, и ты такой, так, подождите, вот прям до того, как я туда окунусь, сейчас у меня тут еще немного есть, а вот этот момент, когда ты просто упомянул про веру в бога, я не думал, ну, или не знал, что ты уже в Америке, то есть, ну, как-то вот, похоже, судя по тому, что ты сказал, были какие-то отношения с богом, то есть ты что-то изучал, в какой-то традиции был или не был, что это был за период, и, ну, да, можешь вспомнить, какие-то, может быть, мотивы или ощущения, с которыми тогда это происходило. Да, спасибо тебе за вопрос, но ты знаешь, у меня интерес к духовной сфере, он был всегда, то есть, вот я сколько себя помню, вот с детства мне нравились фантастические различные книжки про волшебников, про магов, как будто, то есть, вот какие-то звездные войны, у меня прям это очень сильно... И бог, и бог был где-то через запятую вместе. Да, меня это очень сильно увлекало, то есть, потом в какой-то момент, там, через соседа, через каких-то друзей, там, что-то осознанное сновидение, первые книги на эту тему появились, про осознанные сновидения, потом про различные буддийские практики, про выход из тонкое тело, вот, что можно путешествовать в астрал, там, или какие-то вот эти вещи, вот меня от них прям всегда манили. Вот, я, ну, родился, вырос в православной традиции, как бы, то есть, все мои родственники, друзья, то есть, сама страна у нас такая, 95% православных, вот, но... А это точно так? Извини, это точно не какая-то эта информация, потому что, мне кажется, у нас столько сейчас мусульманских краев есть, неужели они всего в 5% укладываются? Вот, в этом смысле, да, тебе виднее, как бы, то есть, ну, во всяком случае, по представлению парней Чебокса, как бы, на тот момент, когда я, они были такие, что 95% это православные, а остальные непонятные. Вот, сейчас, конечно, я вижу это по-другому, как бы, то есть, я вижу это вот разнообразие. Тогда, тогда именно таким образом было. Да, и... У меня прям эта тема, она раскрывалась со временем, то есть, на какой-то момент я ее, я ее забыл, то есть, у меня была тяга изначально, потом в какой-то момент я понял, ну, может быть, телевизор, как бы, то есть, вот какое-то вот общее настроение в обществе, что успешный это тот, кто богатый, вот, и я прям какой-то период жизни посвятил вот именно тому, чтобы быть успешным, вот, что... И духовность в этот момент, она каким-то образом, там, несколько выпала из поля моей, моего видения. Вот, на каком-то этапе, как бы, когда вот уже появились какие-то атрибуты, там, машины, там, какой-то квартира, там, еще что-то, ну, вот, семья уже появилась, я понял, что вроде что-то не то происходит, как будто бы успех-то есть, а счастья нет. То есть, потому что весь мир утверждал о том, что будет успех, будет и счастье. Тот счастливый, у кого больше денег. Вот, и я стал чувствовать здесь какую-то подмину, вот, какую-то прям пустоту, в сердце ощутил, реальную пустоту, как бы, ну, потому что уже понял, что дальше ничего не поменяется. Вот уже есть семья, уже там есть, по-моему, даже ребенок, на тот момент, вот, уже есть заработок, и я вот вижу, что, ага, через год я буду зарабатывать столько, там, через 10, там, я удвоюсь, утроюсь, как бы, то есть, потом вот столько, а что дальше, и что, как бы, то есть, ну, я могу купить, там, не машину не такую, а такую, там, не квартиру не на крае, не Москвы, а квартиру там в центре, а что от этого изменится, счастье, это как бы, оно как будто бы не в этом. Вот у меня был период, как раз такого изучения, я прям читал Иисусову молитву, так серьезно, вот на тот момент я стал вегетарианцем, отказался от мяса, вот вообще стал пересматривать свою жизнь, поведение, общение с людьми, вот, и вот на тот момент, вот начали такие серьезные трансформации в моей жизни происходить. А как у тебя вот этот момент, ну, потому что в современном православии совершенно не знак равно, потому что люди трактуют слова «не убей», и изображение Иисуса, где он держит ягненка, не как то, что он держит его перед тем, как его положить на сковородку, а просто он держит его, потому что он увлюет, и сострадание. Как у тебя это тогда происходило, если с Иисусом молитвой, вот в плане именно, ну, каких-то диетических предпочтений? Потому что это же тоже важно. Ты или начинаешь воспринимать эти более тонкие материи, которые в том числе возможны, когда твоя еда очищается, ну, или по-прежнему такой довольно грубый вызов. И более того, сейчас вот еще в эту копилку, я недавно услышал от одного человека, я ем мясо специально, чтобы сохранить агрессию, потому что она мне нужна для того, чтобы сохранять позиции в бизнесе. Вот такой я вообще услышал ключ, чтобы под солнцем держать. Ну да. Ну, прежде всего, я верю в том, что мы живем не одну жизнь, как бы я в этом убежден. Я прямо к этому пошел. Это вот та концепция, которая мне не давала покоя в моем понимании православия. То есть когда и в исламе, и в православии, то есть говорится, что вот есть одна жизнь, да, и в зависимости от того, как ты ее проживешь, как бы ты там либо в рай, либо в ад, вот, и непонятно. И она не объясняет, почему в одной и той же семье, ну, не объясняет несправедливость с моей точки зрения, почему в одной и той же семье одни рождаются, рождаются дети, один становится успешным, другой неуспешным. Почему дети в маленьком возрасте умирают? То есть, ну, что он сделал? Потому что это чистая душа. Почему дети умирают? Почему Господь придумал такой мир? Вот почему рождаются, если это чистый лист, как бы, то есть, да, рождаются два ребенка, один становится проповедником, а другой преступником. Как бы, у них склонности разные, хотя семья и условия воспитания, они одни и те же. Вот эти вещи, они прямо не сходились. Вот. И потом я, ну, нашел в православии тоже ответы людей, которые более глубоко, как бы, эту традицию понимают. Я узнал о направлении православия. Он есть и в мусульманстве, и в православии. То есть, старцы были, которые проповедовали эти вещи. Вот я узнал про Иисусову молитву, про повторение святых имен, которая вот больше для меня потом раскрылась в дальнейшем. Молитву можно повторять в сердце, в уме, как бы, то есть, и там запускается некий сакральный такой процесс очищения, восстановления своих отношений с Всевышним, то есть, ты таким образом с высшей, как бы, то есть волей сопрягаешься. Вот. И я думаю, что для меня вот как раз этот старт был, который раскрыл потом вот эти ограничения. То есть я, благодаря этому, благодаря вот этой настройке со Всевышним, я нашел знание, которое закрыло все мои вопросы по поводу вот этой несправедливости, смерти детей, как бы, то есть и так далее. Там даже вопрос геев, допустим, да, почему вот ребенок рождается один с наклонностями как бы такими, а другой такими. Вот. И в принципе концепция реинкарнации, она все это объясняет, что у души есть разный опыт, что душа переносится в тело, в теле, в ментальном теле из одного грубого тела в другое. Вот. И вместе с этим она переносит и опыты, и кармические реакции, и какие-то привычки, какие-то склонности из прошлой жизни. Вот. И поэтому с учетом этого, как бы, то есть развивается путь этой души. И это же также объясняет успех предпринимателей, природу предпринимательства, почему кто-то хорош предпринимательстве, а кто-то нет. Зачастую это связано также просто с прошлым опытом, с прошлыми жизнями. Это объясняет таланты, как бы, почему у кого-то есть таланты, музыки допустимого, а нет. Это связано с тем, что в прошлой жизни как бы просто этот опыт, он уже был реализован, уже определенный уровень есть. И поэтому людям талант, это значит, что до этого уровня я могу доскочить очень быстро. Но вопрос в том, что я буду делать потом, когда я до этого уровня доскочу, или для чего я это использую. И там начинаются вот эти взаимоотношения с Всевышним. То есть, а зачем, а для чего, какова моя роль в этой жизни, а для чего я родился, а для чего я вообще рождаюсь даже сто или тысячу жизней. То есть, в чем смысл? И вот это тонкие вещи. И они очень тесно связаны с счастьем, с наполненностью. Потому что не понимая этих вещей, не понимая своего, кто я такой, в каком мире я живу, ради чего я живу, невозможно быть счастливым. Вот это большая проблема. И еще буквально один момент. На эту тему есть исследования Гарвардской бизнес-школы. И они раскрыли буквально четыре вида счастья. То есть, их распределили, классифицировали. Они опросили там, по-моему, тысячу SEO различных крупных компаний. И на том все это свели. И выделили четыре уровня счастья. Счастье от каких-то приобретений. Когда мы что-то приобретаем, или что-то находим, или что-то достигаем материально в мире. Потом счастье от отношений. То есть, когда мы встречаем какого-то человека, близкого, да, мы с ним давно не виделись, представляете, обнимаем его, прижимаем вот так вот и чувствуем просто в сердце, как вот это вот тепло, вот эта радость, он захлестывает. Когда ребенка там, или маму, или как бы, то есть, какого-то другого близкого человека. Вот такого уровня счастья. Но оно тоже, оно очень быстротечное. Потому что на уровне тела оно быстротечное. Мы что-то купили, там, квартиру, машину, там, достигли должность какую-то, получили. Через две недели уже все, этого счастья нет. И тебе нужно следующие пять-десять лет что-то достигать, чтобы снова ее почувствовать. С человеком такая же история. Ты его обнял, как бы, то есть, вот оно как будто бы прошло, вот он теперь со мной находится. Вот. И еще два вида счастья. Если это от творчества, то нет, отнесли. Более того, в первом случае, если это было то счастье, которое ты искал, если ты привязан к этому типу счастья, то в момент, когда у кого-то... Ты только испытал экстаз от айфона 14, а у кого-то появился айфон 15, через полгода у тебя уже как бы... У тебя твое счастье становится несчастьем. То есть, если ты был привязан к этому, то ты просто еще и обратные эмоции испытываешь. Такое разочарование и ощущение, что ты уже... На самом деле, есть такой пример, как с этим, с верблюдом, который жует колючки. То есть, которые... На самом деле, это несчастье, на самом деле, это страдание. То есть, ну, просто люди думают, как бы, то есть, принято здесь воспринимать счастье, как бы, то есть, это перерыв между страданиями. Вот. И верблюд жует колючку, вот, и ему нравится вкус, ну, это вкус его собственной крови. Здесь такая же история. То есть, мы, когда живем в материальном мире с вот этими материальными приобретениями, мы 99% времени страдаем, потому что у соседа айфон лучше. И что бы ты ни сделал, какой бы ты айфон ни купил, или что бы ты ни сделал, всегда в этом мире будет у кого-то что-то лучше. И вся индустрия, она целиком на этом выстроена. Это же еще особенность того мира, в котором мы живем. Сознательно, сознательно вся индустрия построена на то, чтобы давать тебе ощущение, что ты не такой, недостаточен. Но если ты вот этот элемент себе добавишь, посмотри, ты уже вот близок просто к красавчику. Поэтому будь красавчиком, купи это. Это жадность и гордость. И материальные вещи людям нужны для того, чтобы закрыть свои другие недостатки на более тонких уровнях, на уровне отношений, на уровне ума, на уровне миссии. Вот они как бы туда благодаря этому хотят выйти. То есть машину они покупают для того, чтобы кто-то увидел и сказал, вау, какой классный. То есть если тебе предложат машину, но тебе не с кем будет разделить ее, не с кем на ней будет прокататься, прокатиться, ну тебе зачем эта машина? Если никто тобой не будет восхищаться. Никто не знает, что она у тебя есть. Поэтому это все вот в ту сторону. Да, да. И ты знаешь, сейчас мы вернемся вот Гарварду, к этим двум, которые ты перечислил, а еще две, которые следуют. Но это немножко такой эзотеричный момент, потому что все равно люди осознанные, тоже слушают. Есть же вот эта идея того, что вот, значит, в конце жизни надо там раствориться, значит, вот как бы всепоглощающий свет, блаженство. И я недавно слушал забавный пример. Ну, хорошо, представьте, что вы не просто отправились на остров, вы отправились на свой остров. Там не просто там лазурная вода, а она как бы идеальная температура, которая готова адаптироваться под то, какое тело, как бы какой запрос у вас. Там что не дерево, то то, которое дает тот фрукт и тот плод, который вы хотите. Ну, то есть вообще вот с какой стороны не посмотри, блаженство. И есть только одно но. Ты в этом всем один. Вот сколько ты сможешь наслаждаться этим? Прям для современного человека, ну, первое, наверное, это ж сколько постов в Инстаграм я не смогу сделать, о том, как я вот и здесь, и так, и эдак. Но если понятно... Никто не посмотрит. Никто лайк, ни одного лайка не поставит. Да, но ладно, этот поверхностный слой, ну, люди думают, ну, это не про меня. Думаю, ну, хорошо, это не про вас. Но следующий ты уровень, когда ты не можешь... То есть ты... Ну, было же, наверняка, у каждого. Вот какой-то там манго вкусный, или мороженое вкусное, или что-то вот прям долго этого ждал, или там какую-нибудь хурму зимой, когда толком фруктов нету, нормально, хороших. И вот ты съел, вот второй раз, вот третий, вот пятый. Ну, ну, все. Ну, все. И вот здесь, если нет того, с кем поделиться, и то же самое вот про это освобождение, когда вроде как блаженство, но блаженство, по сути, в том, что ты не страдаешь, и в том, что, да, у тебя есть такой многоградный чувственный опыт, но как много ты можешь этого быть насыщенным, если ты не можешь этим делиться, если у тебя нет отношений. И там так и говорится, еще раз, это, ну, чуть более такая философская часть, но поэтому души потом возвращаются из этого состояния тоже, потому что это не было их пределом, это не была той абсолютной кульминационной точкой, которую душа может испытать. Она хочет отношений с Богом, она хочет отношений с другими душами. Не таким болезненным, который у нас происходит в материальном мире со всеми нашими колючками, косяками, которые есть у каждого, а такого чистого опыта взаимодействия, отношений вот там рождаются несоизмеримо и бесконечно большее количество уровней счастья. Так, а что, да, Гарвард, следующие два, какие они выводят? Да, первое — это материальный мир, второе — отношения, третье — это творчество, то есть это, ну, ментальный уровень, то есть что у человека есть потребность создавать что-то новое, то есть и радость, счастье от творчества, от того, что я проявил или был инструментом в проявлении чего-то того, что раньше не было. Это более высокий уровень, уровень счастья. И четвертый уровень — это от миссии. Миссия — это нечто, что больше моей жизни, то есть вот меня не будет, то есть эта миссия, она все равно будет жить. То есть это выход туда вот уже в наследие, за грань, как бы что я могу проявить что-то такое, как бы что будет приносить благо или какую-то ценность давать этому миру, тогда, когда меня уже не будет, то есть будут какие-то люди, которые это подхватят, то есть это каким-то образом будет развиваться. Вот это самый высокий уровень счастья. Но с точки зрения духовной науки, то есть это еще не все, как бы за этим материальным счастьем есть еще и духовное счастье, есть еще не концепция «меня как тело», а концепция «меня как души», то есть которая охватывает не мою реализацию в пределах конкретной одной жизни, а мою реализацию, может быть, в сотнях или тысячах жизнях, в которых я до этого жил. То есть мою реализацию, как духовной частички для Всевышнего. Вот. И вот это вот настоящее счастье, вот оно вот оттуда исходит. То есть счастье, оно исходит из источника. То есть источник — это тот, от которого мы зашли. Вот и счастье исходит из того же. И очень практически есть пример, каким образом это происходит. То есть когда, ну, подтверждение моих слов, когда мы помогаем какому-то человеку бескорыстно. Я думаю, что много, это многих такое было, бабушку через дорогу перевели, то есть или сетки кому-то помогли донести. Просто без просьбы, как бы, то есть вот, ну, спонтанно. Вот. И когда человек тебе говорит от души спасибо, и вот это чувство прям в груди, оно начинает разливаться теплом. То есть ты себя чувствуешь, как будто бы пьяный. То есть на какой-то промежуток времени вот это тепло развивается по груди, по груди как бы, то есть и вот немножечко такой чумной становишься. Вот. И в этот момент это как раз мы соединяемся с Господом, который находится в нашем сердце и в сердце тому, кого мы помогли. Этот Господь очень счастлив от того, что мы проявили свою природу. Мы проявили природу служения бескорыстного. Мы помогаем. И когда Он счастлив, вот это счастье нас тоже захлёстывает. Но проблема современных людей, современного общества о том, что вот это знание, оно практически утрачено. То есть мы с ним соприкасаемся не закономерно, а спонтанно, как бы случайно, раз в 10 лет, когда случайно кому-то поможем сетку провести. Вот. И поэтому люди в большинстве своём, они несчастны. То есть как тот пример, который ты привёл, что человек для того, чтобы получать результаты в бизнесе, да, в материальном мире, вот, он пользуется страхом, давлением, поведением, как бы, то есть и какими-то вот этими жёсткими инструментами. Он ест нечистую пищу, как бы, то есть для того, чтобы у него были, как бы, то есть нечистые силы, для того, чтобы других людей с помощью этих сил запугать. Если ты не сделаешь то, что я хочу, как бы, то есть я сейчас ого-го что с тобой сделаю. Это проблема. И с одной стороны, да, это помогает вот на этой мотивации, на страхе. Как бы это самая базовая мотивация. Мы знаем, там, есть страх, есть выгода, вот, есть, там, сопричастие, как бы, то есть есть более высокий уровень. На самом этом нижнем уровне можно действовать, и 9 из 10 людей так и действует. Но насколько я счастлив от этого? То есть если мне самому нужно быть нечистым, то есть, да, находиться вот в этом негативном состоянии самому, чтобы других держать в страхе, то, ну, как бы, зачем вот эта цель даже, ради которой я действую, ну, стану я еще немножечко богаче. Ну, так если я все время, как бы, то есть в этом состоянии нахожусь, несчастье, неудовольствие, где нет у меня ни отношений, как бы, ничего, то, ну, зачем? Вот. И здесь большая наука, как бы, это как раз, ну, в том числе для руководителя, для бизнесмена, это достигать целей через высокие состояния сознания. Не через страх, а через сотрудничество, через сопричастность, через сотворчество, как бы, через любовь в конечном счете. Вот когда у нас есть высокая цель, и мы вокруг этой высокой цели собираемся, и когда мы взаимодействуем, мы не унижаем, как бы, то есть непричиняемо друг другу какие-то страдания, да, а то, что все то, что нам нужно сделать, это просто вспомнить, зачем мы здесь собрались, ради какой цели. И тогда все начинает происходить само. То есть каждый сам занимает свою, естественно, роль в этой иерархии. То есть команда выстраивается, как бы, то есть у нас есть общая миссия, общая цель. И мы вот в этом общении, как бы, то есть мы получаем от этого удовольствие, от процесса. То есть мы в состоянии счастья, может находиться большую часть своей жизни, большую часть своего времени. И тогда богатство и деньги, результаты, они приходят самостоятельно, сами. Об этом не нужно думать. Вот то, о чем мы говорили, что тонко правит грубым. То есть деньги, как бы, то есть и на какие-то материальные ресурсы, это то, о чем не нужно думать, если у тебя есть медитация на тонком уровне. Они сами приходят. Так мир устроен. Вот. И это искусство, это наука, как находиться в таком состоянии, как из него жить, как из него зарабатывать деньги, как из него обогатеть. Вот именно этим я и занимаюсь последние годы своей жизни. Этим исследованием мы занимаемся также в клубе Артха. Вот какой-то небольшой труд. Я на эту тему попробовал написать книгу про Артха модель личности, то есть каким образом мы можем жить в этом состоянии. Ты знаешь, мне это настолько отвлекается, потому что я много раз думал об этом. Ну, знаешь, вот, ну, что там, еда, секс, ну, то есть вот какие-то такие вещи, которые в материальном мире доступны, как некие возможности пиковых точек наслаждения. И насколько тело в этом смысле ограничено в том, сколько ты можешь взять вот таким образом. И когда вот то, что ты описал, когда есть что-то, что ты делаешь ежедневно по много часов, и ты можешь находиться в этом состоянии и глубокого удовлетворения, и желания делиться, и вот сейчас, кто только уже не говорит об этом о состоянии изобилия, вот когда оно реально там есть, это же какая жизнь. Я, ну, с грустью иногда размышляю, мне повезло, не знаю, ну, очень долго уже. Ну, наверное, фактически, как я начал чем-то заниматься вот уже после университета, это, по сути, я занимался по природе этими вещами. Другое дело, что мотивация менялась постепенно, но мне настолько сложно представить, когда человек идет вынужденно вот на работу, которую он не хочет делать, это же вот прям мукой становится, это становится мукой. И когда человек, наоборот, обнаруживает через, ну, самые разные подсказки, которые разбросаны, кто-то по астрологии, кто-то по руке, кто-то, я не знаю, если это слишком для кого-то эзотерично, но какие-то системы, там, соционики, human design, от чего-то. Ну, то есть на разных уровнях есть вот эти подсказки для того, чтобы понять, вот какой, ну, то есть познакомься с собой. Люди настолько оторваны сейчас от реальности, что, в первую очередь, они оторваны от самих себя. Они не до конца понимают, кто я, где я, какое мое предзначение, какая моя роль, с какой уникальной миссией я сюда пришел. И то, что ты описал, и вот в рамках этой арт-модель личности, когда все это выстраивается в такую очень четкую, понятную, кристально чистую структуру, где это естественным образом переносится на твое внутреннее состояние. Ты просто счастлив, рад, и тебе не нужно даже это доказывать никому. Ты просто продолжаешь делать это и служить другим, потому что, ну, это естественно. То есть это вот, знаешь, я сейчас пока говорил одну важную вещь, сам для себя понял. Это удивительно, как естественно. Вот это очень важное слово. Счастье, оно естественно. То есть вот все вот эти вот разные напускные вещи, даже сама идея того, что мы вынуждены как бы к чему-то прибегать, она в каком-то смысле противоестественна. А счастье само по себе, оно естественно. То есть ты, как частичка Бога, ты естественен, ты природен. Господь, Он счастлив, Он блаженен, Он полон знаний, поэтому ты в своем естестве точно такой же. И если как раз можно не, ну, не пытаться на себя надевать какие-то маски или чем-то себя, ну, в общем, то вот это и есть тот ключик, когда оно естественно. Ты естественно счастлив, ты естественно природно удовлетворен, ты просто ряд, рад служить и действовать. Да. Слушай, знаешь, что сейчас произошло? Я надеялся тебя порадовать раньше, и три дня оно шло. Но сейчас я тебе покажу. Спасибо большое. Ты не поверишь, что мне привезли так что. Как ты думаешь, что это? Без понятия. Давай. Ну, попробуй отгадать, но я же не просто так улыбаюсь, это какое-то имеет значение для сегодняшней встречи. Я просто рад, что оно именно так произошло, именно в этот момент. Не знаю, но по всей видимости какая-то доставка, да? Да, 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 верно. Как ты думаешь, что там было внутри? О, вау. Да, сейчас открою. Клуб. Фотография, футболка клуба. Ага, да. Какие тут концепты? Артха, Дхарма, Кама, Мокшна. Для тех, кто не в курсе, у нас клуб духовных предпринимателей Артха, и Артха — это процветание. Секрет Артхи или процветание, то, что оно является естественным продолжением Дхармы. А Дхарма, то есть это наше, можно сказать, естество, что ли, да? Или наша природа. Вот, и поэтому все гениальное просто. Оказывается, что Артха или процветание наступает естественным продолжением выполнения своей природы, своей Дхармы. Вот, это очень классно. Это, похоже, знак к тому, что тебе нужно в этой новой футболке присоединиться к нашему новому ретриту, да? У нас через две недели как раз в Абхазии будет ретрит клуба. Вот, я не знаю, собирался ли ты, но, похоже, придется. А бундирование у тебя уже есть. А где как? И просто в целом, знаешь, я просто понимаю, что невозможно было бы тебя отделить от Артхи, и когда ты только написал книгу, это прям, это был сюрприз. То есть я не знал, что ты, это ж, ну, книга, сколько ты труда, времени туда вложил. Может быть, пару слов скажешь, вот что, чтобы у Дила пойти в этом направлении? Очень естественно. Я, может быть, в двух словах буквально так ретроспективно расскажу, как пришел я к клубу. И это естественно. То, что ты сказал, что это так естественно и так классно, как бы, то есть жить по природе и быть счастливым, да, классно, как бы, то есть, но найти свою природу, как бы, то есть, и найти свой путь, ой, как непросто. Вот, и многие, многие люди, как бы, то есть, вот это даже минное поле, они не проходят. То есть они до конца жизни, как бы, то есть, они понимают, о чем их предназначение, о чем их путь, как бы, в чем их индивидуальность, что им нужно раскрыть. Вот, это мучительно больно в конце жизни оставлять тело, понимая, как бы, что ты вот к этому не пришел, не соприкоснулся с вашими смыслами, ради чего все это. Вот, и для меня это тоже был сложный путь, вот, но, как всегда, как бы, то есть, Господь, он проявляется, отвечает на желание, когда мы ищем ответы на вопросы, появляются люди, через которые приходит это знание, вот, для меня оно пришло на фестивале «Благость», вот, я познакомился там с удивительными личностями, с Владимиром Слепцовым, с Турсуновым, там, и с другими замечательными людьми, вот, и через них в мою жизнь, как бы, пришло знание, то есть, закончилось, ну, не закончилось, а началось все, с того, что после этого ретрита я слушал Багаватам в аудиоверсии, это Шримад Багаватам, аудиоверсию мне просто дали, вот, это же удивительное произведение, которое, по сути, с которого для меня все и началось, вот, этот духовный путь, вот, эти осознания, себя, там, и так далее, то есть, очень интересная история, что я ездил на работу, я работал тогда в Москве, в районе Алпуфьево, вот, у меня дорога занимала, это час с утра и полтора часа вечером, вот, и все это время я слышал вот это произведение, там, оно из 12 книг создаёт, и в очень замечательном, таком, вкусной такой озвучке, которая, вот, прям, буквально с первых мелодий в себя влюбляет, вот, я её слушал и приезжал на работу, представляете, с утра, я минут 10-15 не мог выйти, вот, потому что, там, совещание у меня начиналось на работе, а у меня в этот момент, там, в Багаватам, вот, я в аудиокниге, как бы, то есть, полубоги сражались с демонами, вот, и там, как раз, решающая развязка была, как бы, то есть, там, вот эти вот моменты, там, захватывающие, как раз, происходили вот эти вот баталии, вот, и сотрудники уже такие заходят, смотрят на меня, Михаил, ты что в машине сидишь, мы пойдём, время, я говорю, да-да-да, начинайте без меня, я приду, сейчас мы победимся, и всё будет хорошо, вот, но так или иначе, как бы, то есть, Багавата меня привёл к ведическому знанию, ведическое знание меня привело к общению, общение привело или к служению, то есть, я начал служить, что-то полезное делать, как бы, ну, я понял для себя, что для того, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать, как бы, для того, чтобы стать счастливым самому, нужно сделать счастливыми счастливыми других, вот, и я начал бескорыстно служить в проекте, ну, там, долгая история, потом через этот проект я познакомился с Сагра, Сагра Махараджа, Сагра Швами, если, может быть, кто-то знает его, вот, и по милости, вот, уже таким образом, знаете, работает некий социальный лифт или институт наставничества, что ты можешь выйти на следующий уровень только через кого-то, кто на этом уровне уже находится, вот, это в бизнесе происходит и в духовной жизни, это всегда так, вот, и нужно этого человека, как бы, наставника или ментора его найти, а потом, по милости этого человека, то есть, я в один момент просто оказался в группе с четырьмя миллионерами, один генеральный директор дочи банка в Нью-Йорке, другой генеральный директор и владелица инвестиционного фонда с капитализацией в 300 миллионов долларов, вот, третий собственник крупной ювелирной компании из Индии, ну, как бы, вот такое вот просто общество, вот оно, ну, приходит, как бы, через вот эту милость, через институт наставничества, через духовных людей, в том числе. Вот, и на основании этого опыта, как бы, то есть, когда я увидел, как можно жить по-другому, как можно реализовывать бизнес-природу по-другому, что нам есть определенные знания, секреты, как бы, которые можно систематизировать, мы, ну, просто естественным образом начали исследовать с единомышленниками, вот, сначала несколько курсов сделали, попросили, вот, как раз этого человека, миллионера, Артха Геритхарь его зовут, у меня есть интервью, кстати, на YouTube-канале Артха Бизнес Клуба, если кто-то посмотрит, я думаю, что он очень понравится, вот, и, да, и потом мы исследовали вот этот опыт уже в клубе, когда мы объединились с единомышленниками, и это естественным образом привело к систематизации системы, то есть мы начали абстрактные знания, как бы, которые были указаны в священных писаниях, мы конкретно все это нашли, а потом есть конкретные примеры, как люди благодаря этому знанию стали не просто богатыми людьми, а неприлично богатыми, вот, и там целая история, как люди буквально за 3-4 года основывали компанию стоимостью в 4 миллиарда долларов, как бы, то есть это звучит просто фантастически, вот, это прям реальность, это вот как раз история Артха Геритхарьева, с которым я брал интервью, из которого, как бы, мы все это писали, вот, потом это систематизировали, и вот эта книга, и она, как естественный результат этой работы в клубе, то есть мы с резидентами этим вопросом занимались, там, порядка двух лет исследовали, смотрели, как это работает у нас в бизнесе, у нас в жизни, вот, потом все это переложили на систему, и эту систему уже, ну, просто по заданию, как бы, резидентов, потому что это нужно было систематизировать до клуба, как бы, то есть я перечислил в этой книге. Ну, вот так мы к этому и пришли, может быть, немножечко издалека, но чтобы ретроспективно хотя бы было понимание вот этого опыти. И ты знаешь, что ты там упомянул, у меня как-то по-новому это прозвучало, неприлично богатый. Интересно, да? То есть я просто не задумывался над тем, что вкладывается в этот смысл, неприлично богатый. То есть для людей, поскольку, поскольку, как правило, это ассоциируется с, ну, каким-то вот, знаешь, не обязательно развратом, но, в общем, то есть когда человек жиру бесится уже, вот даже, вот жиру бесится, это вот как будто бы из этой же истории, когда он неприлично богат. А на самом деле в правильном, ну, как пример Шилберпады, мне как-то спросили, там, сколько денег, там, ваше движение вы получаете ежедневно. Ну, это было с подковыркой, типа, вы же духовный человек, вот, с чего, вот, и он что-то сказал, там, едва ли не 800 тысяч долларов или 8 миллионов, ну, а по тем, по тем временам это, это баснословно, ну, это еще... В день, да, 800 тысяч долларов в день. Да-да-да, это еще где-то было 50 лет назад, ну, то есть это, ну, баснословные деньги. У него просто развели шаблон, у него глаза чуть из орбиты не... А он дальше сказал, да, я готов все деньги мира потратить, все деньги правильно задействовать, потому что у него нету, у него нету вот этого шаблона, что это для чего бы то ни было, кроме как для служения людям, поэтому у него нету сложности никакой с тем, чтобы задействовать все, там, не знаю, 100 триллионов долларов, которые, говорят, доступны вот в рамках вот этой планеты, в рамках всех ресурсов, которые есть. И он к этому открыт совершенно и показывал примером, как можно любые средства тут же вовлекать назад, соединять снова с Богом, вовлекать назад в служение Богу. Поэтому прилично богатые, вот это вот, по примеру Михаила можно видеть, как богатые люди с большими деньгами прилично богатые. Это вот надо переписать этот как бы термин, чтобы заново он входил в обиход людей. Да, ну здесь, видишь, в этом и различие, то есть в чем различие богатого от бедного. То есть бедный думает, как заработать, потому что он в состоянии дефицита находится. А богатый думает, как потратить. Вот, и в этом как раз потому, что он в изобилии. И даже неважно, сколько у него денег, как бы, то есть если он постоянно думает, как мне потратить, то есть он всегда в счастливом расположении. То есть у него всегда больше, чем то, что он может потратить, представляете, вот, и есть люди, много людей, как бы, то есть осознанных, которые живут в таком состоянии. И вот тут как раз про счастье, как вот в него, как в него перейти, когда не нужно думать о ограниченности материальных ресурсов. Как бы, как бы заработать, где бы взять. Вот это и есть проблема, несчастье, как бы и беда. Вот этим, как духовным предпринимателям, как осознанным, осознанным бизнесменам, людям, как бы, то есть нам и нужно заниматься, как перейти вот в это состояние сознания. И тогда все деньги мира, они начинают стекаться. Они начинают стекаться, они начинают аккумулироваться. Просто нужно придумать. Если наше сознание, оно, если в нашем сознании мы можем потратить 100 тысяч рублей в месяц, как бы, то есть у нас не будет больше, чем 100 тысяч рублей. Если в нашем создании мы можем потратить 100 миллионов рублей, вот, рано или поздно эти 100 миллионов покажутся в наших руках. Слушай, я обратил внимание на время, также увидел то, что поступил вопрос, и, наверное, это хорошая возможность для того, чтобы озвучить его, и пока буду озвучивать, пригласить, может быть, еще один-два вопроса, ну, может быть, минуток 10 мы еще побудем. Мы вместе в эфире, хотя даже если мне нужно было бы закончить сейчас, я бы чувствовал уже огромное колоссальное удовлетворение от беседы. Спасибо тебе. Друзья, для тех, кто хочет задать вопрос, можно сделать в Телеграме. В крайнем сообщении, в комментарии я смогу зачитать. А вот те, кто в Зуме находится с нами, увидел, Мария спрашивает благодаря за беседу. Я правильно понимаю, что все же высшие смыслы – это не дешевое удовольствие. То есть пока человек голоден, в кавычках голоден, то он физически и психологически не сможет искать высший вкус. Буду признательна вашей обратной связи. А вот тут голоден точно в кавычках или в буквальном смысле голоден? Как понял вопрос? Если что, я прочитаю еще раз. Есть два пути таких основных. Первый – это по восхождению. У нас артха-модель, у меня 5 уровней есть, которые мы описали. И он начинается с высшего, с духовного, потом идет ментальный, то есть уровень разжима, потом ментальный, потом уровень чувства, потом уровень тела. И можно туда, к высшей истине, к этому счастью, которое исходит от Всевышнего, пробираться, начиная снизу вверх, через страдания. То есть я просто по наитию начинаю что-то делать на физическом уровне. Потом я перехожу на уровень более высокий, уровень отношений. Потом я с него на уровень, как я это делаю. Потом смыслов, ценностей, почему я это делаю. То есть в конце я пытаюсь осознать, а кто я. А можно идти сверху вниз. То есть уровень сверху вниз – это от… То есть можно находясь на любом уровне этим вопросом задаваться. И самое главное – это вектор. Где бы мы ни находили вектор, прийти к счастью, прийти к этому знанию. Путей много, но нужно вот этот вектор задать. И да, самое разумное, то, что как у меня это сработало, это через знания. Через знания и через людей, которые уже там. То есть не нужно думать, что если вот я сейчас страдаю, у меня там кредиты, у меня там испорченные отношения, у меня плохая семейная карма, еще какие-то вещи. Вот пока я все это не разрешу, мне путь туда заказан. То есть я не могу туда с высшими смыслами соприкасаться. Нет, если мы будем здесь находиться, мы будем постоянно вариться. А надо каким-то образом туда проникнуть. Вот для этого есть священное писание, есть традиции, во-первых, то есть духовные, есть священное писание, есть опыт людей, которые уже там. И вот этих людей всегда видно. Они необычные. Они светятся. У них, они делают то, что не делают другие какие-то глупые вещи. Вот канал какой-то духовный, то есть каких-то гостей приглашают. Делают это бескорыстно. Позволь, я тебя немножко прославлю. Но они странные с точки зрения материальной логики. А сколько ты на этом зарабатываешь? Нисколько. А зачем ты это делаешь? Ну, я по-другому не могу. Ну, странный же человек. Но тем не менее, выход туда, он через таких идей. Потому что они по своей сути счастливые. Потому что они знают что-то, что мы на материальном сознании осознать пока не можем. Им нужно тоже сойти с ума. Вот сойти с ума, это про Иванушку-дурачка из русских сказок, который жил в постоянном диалоге с Всевышним. То есть материально смотрелся как дурачок. Он сошел с ума. А что значит сошел с ума? Сошел с материальной платформы. Но ему вся природа, ему зверя, Господь, как бы, то есть все проявлялось. В итоге, как бы, он и был победителем. В итоге он и исполнял свое предназначение, смысл этой жизни. Вот. И таких людей нужно искать. Спасибо большое. Раз ты упомянул Священное Писание, и, наверное, будешь рад узнать, написала Майя супруга Биту Малика, которая останавливалась у вас. Благодарит за эфир, смотрит с сыном. Поделитесь, пожалуйста, о какой именно записи Шамадбагаватам, говорит Михаил. Можно посмотреть, я думаю, что если не противоречит политике твоего канала, можно ссылочку скинуть, будет под эфиром. То есть это удивительная история. Она без комментариев, потому что Шамадбагаватам очень известны произведения, очень много комментариев. Вот в этом произведении комментариев нет, но человек, который озвучивает, он столько любви из сердца отдает. И это такое погружение неповторимое, что для меня лучше всякого фильма было. Я туда просто нырял. То есть я не мог дождаться 5.30 утра, следующее утро, чтобы снова туда дырнуть на час. То есть это удивительное путешествие. Вся жизнь моя поменялась после этого произведения. Это удивительно было. Уже через два месяца я был в паломничестве в Индии. И там вообще совсем другая жизнь для меня началась. И вот эти удивительные люди, которые сошли с ума в хорошем смысле, которые делают миллиардные бизнесы, они в моей жизни проявились благодаря этому произведению. И вот еще небольшой комментарий, след от Ярослава Кулакова. Михаил сказал, что они странные, но это самая крутая странность, притягивающая и вызывающая уважение. Благодарю, Алексей Михаил. Майя, благодаря за вопрос, тоже возник у меня. Будем ждать ссылку. Ну, то есть тогда вот прям можно, как мы закончим, будем рады, Миш, поделиться ссылкой в комментарии. Спасибо тебе большое. Я странный, но у меня есть обязанности. Я знаю, что ты тоже странный. У тебя тоже есть еще обязанности на сегодня. Не, ну давай, если позволишь, как бы последний вот... Обязательно, обязательно, да. Как раз вот какая-то завершающая часть хотел тебе передать слово. Да, то есть вот это на самом деле самый большой секрет. Позвольте мне вот какую-то пользу вам сегодня принести. вот этот вот секрет раскрыть, вот каким я его увидел. То есть секрет неприлично богатых миллионеров. Прилично, прилично богатых миллионеров. Ну, неприлично, в смысле прям много и сильно богатых. Да, то есть нужно найти, каким образом в этот мир давать больше, чем мы берем. То есть нужно вот прямо сконцентрироваться вот на этом моменте и понять, каким образом я могу давать больше, чем беру. Вот, и как только мы ответим себе на этот вопрос, то есть как это можно делать, то тогда мы вот перейдем вот это состояние изобилия, перейдем в состояние богатства. Потому что именно вот в этом заключается секрет. Вот этот человек, Рады Киридхари Прабу, его зовут, который основал компанию, которая позже была продана за 4 миллиарда, он ее продал по наставлению духовного учителя за 70 миллионов долларов. И половину от этих средств отдал на строительство ретрит-центра, который стал по версии ООН, стал самым крутым ретрит-центром, самым крутым эко-поселением в мире. То есть он, по сути, отдал все эти деньги на благотворительность, как служение духовному учителю, служение людям, служение Всевышнему. Представляете? То есть, казалось бы, с точки зрения материальной, он сошел с ума, он потерял деньги. Но вопрос в том заключается, что на тот момент у него было 70 миллионов долларов, из которых половину он отдал. На сегодняшний момент у него фонд в миллиард долларов. Представляете? То есть, и вот это вот вложение настоящих духовных бизнесменов, настоящих духовных предпринимателей. То есть, когда они вкладываются в пользу для людей, для других. Вот это много механизмов, которые включаются. То есть, это благочестие, называется суприти, как бы, то есть, некая валюта, как бы, которая накапливается, туда мы не пойдем. Но это закон Вселенной, как работает. И каждый из нас это может сделать уже сегодня. Просто понять, как вот что-то я могу вложить в других. То есть, могут быть наши дети для начала. Могу быть я сам, могут быть наши дети, моя семья, мои сотрудники на работе, сообщество. Вот и сделать что-то немножечко больше. Или просто даже для района, для двора, выйти и что-то сделать полезным. И это не останется без незамеченном. То есть, Господь, который находится в сердце, как бы, то есть, он сразу отзовется. Вы сразу увидите, как в примере с этой бабушкой, каким образом он пошлет вам капельку счастья. И это заложит вот этот вот путь на будущее. Ну вот. Надеюсь, будет полезен вам этот духовный секретик отдавать больше, чем мы берем. И вот тут пара отликов тебе еще вдогонку. От Марии, которая задавала вопрос. Благодарить за эфир. Вдохновлена, очень счастлива, что она не одна, кто ищет, находит себя в истинных знаниях. Тоже Мария, теперь уже Лазарь его пишет. Спасибо за интереснейший разговор. Очень полезно. И вот из Телеграма тоже. Важно, он отвлекнулся на то, что ты в конце сказал. Важно уметь правильно отдавать. Пример про рыбу и удочку. И, кстати, может быть, ты скажешь чуть-чуть об этом в конце, потому что это тоже искусство и наука, и очень ценно. То есть если ты говоришь сейчас об этом важном понимании, что важно научиться отдавать больше, чем берешь, но вот как еще правильно отдавать? И вот он пишет, что это делает не от ложного эго, и для этого, мне кажется, нужны старшие товарищи, учителя Писания и Бог. Вот, может быть, тут какой-то практичный совет еще дашь о том, как отдавать правильно, как не отдавать, ну, в те места, где ты, возможно, даже будешь подогревать какую-то негативную карму, или вроде как делаешь правильное дело, а на самом деле вот не видишь каких-то более тонких законов? Ну, это наука, на самом деле. На самом деле это наука. И да, все верно, вот то, что сказали, и зрители подсветили, и вот ты что сейчас озвучил, все это правильно. Но это прямо надо изучать, в этом нужно разбираться, потому что говорится, что даже самая лучшая благотворительность, вот самые чистые намерения, то есть которые в неправильном месте, и для неправильных людей, как бы они ведут к самым негативным последствиям. То есть, например, дать нуждающему человеку, как бы, то есть разбойнику, деньги, вот, он пойдет на эти деньги, купит нож и кого-то ограбит. То есть, ну, насколько это благотворительность? Или дать страдающему человеку деньги, он пойдет на них, напьется, и кого-то зарежет. Ну, то есть это благотворительность или нет? Вот, и поэтому это наука, и нужно понимать, кому можно давать, кому нельзя давать, как это нужно делать. Нужно изучать. У нас в арт-хой модели пять уровней мы изучаем. То есть, первое, это как раз материально, это деньги. Вот, второе, это знаниями, благотворительными знаниями, когда мы делимся своим опытом, кого-то наставляем, показываем. Потом это организация благотворительности, потом это знание о благотворительности. Вот, и пример с удочкой и рыбой, как раз про знания. То есть, дать человеку деньги или дать ему знания для того, чтобы он научился сам эти деньги зарабатывать. Это четвертый уровень. А пятый уровень — это соединять Всевышним, потому что Господь и Всевышний — это тот источник знания, который находится у нас в сердце. То есть, и соблазн благотворителя, как быть таким хорошеньким, он заключается в том, чтобы ставить людей в зависимость. То есть, и многие богатые люди финансируют фонды, которые после того, как они уходят, они загибаются в их состоянии, и дальше существовать. Или людей ставить зависимость от этих легких денег. Настоящая благотворительность — это соединить с источником, с Господом. И через Господа человек может осознать себя, свою суть, свои таланты, свои сильные стороны, реализовать эти сильные стороны в полезный продукт и начать этот продукт раздавать людям. И когда он все это сделает, ему никогда больше не нужно будет думать о деньгах, о какой-то нехватке. То есть это путь к забиле. Это высшая благотворительность. Прям совсем-совсем уже в конце. Вновь еще идет благодарность. И благодарность за время и ценные знания. Альбина спрашивает, Спасибо, что делились с такими ценностями. Как вступить в арт сообщества? Можно на сайт, да, через сайт просто подать. Или открытый сейчас. Вот тоже, может быть, поясни, где сообщество, а где клуб. Да-да, у нас есть клуб. Там порядка 70 человек сейчас в клубе находятся. У нас есть критерии достаточно жесткие для входа. И в первую очередь они связаны даже не с текущим уровнем, что нужно миллиардами обладать. Они связаны с природой человека. То есть у человека должна быть предпринимательская природа. Достаточно научно к этому подходят. Мы разделяем четыре типа природы. Исполнителей, бизнесменов, руководителей и проповедников. То есть или рабанов, священнослужителей или создателей. И клуб, он должен иметь либо основную, либо вторичную природу, как раз связанную с предпринимательством. Потому что это профессиональное сообщество. То есть мы разбираем бизнес-кейс, мы помогаем растить бизнес. Мы прямо на практике внедряем все эти принципы. Это самое главное условие. Второе условие – это быть готовым принять ценности к институции. То есть каждый резидент на входе, он дает обещание определенную часть своего дохода отдавать на благотворительность. То есть он сам решает, какую часть, на какие цели. Но это прямо вот обещание, которое он дает на входе. И для нас принципиально вкладываться в людей, которые не замыкаются на себе, а которые потом это транслируют. То есть наша идея – помогать людям, которые потом несут благо в своих компаниях, в семье тех людей, которые у них работают в компаниях. То есть мы хотим распространить знания, хотим сделать один миллион людей в мире, внедрившими арт-хем-модель в свою жизнь. То есть модель духовного бизнеса в своей жизни. Такая цель у нас. Спасибо тебе большое. И для тех, кто вот прям хочет и рад, потому что я сам, будучи одним из резидентов фото-клуба, просто знаю, что это очень ценно. Я делал ссылки в анонсе и на книгу Михаила, которая сейчас доступна, и на сообщество, по-моему, на YouTube-канал тоже. Добавлю то, что сегодня прозвучало, ссылку на интервью с Радагири Хари, вот с этим миллиардером, который ты упоминал сегодня, которым вдохновляешься. И, пожалуйста, поделись ссылкой на шимитбагу, потому что мы тоже запрашивали, который тебя в свое время вдохновил и повернул в твою жизнь, когда все начало магическим образом складываться. И, друзья, вот я вижу, что вы задаете вопросы, в том числе по вступлению. Вы тогда, наверное, пишите прямо туда, в комментарии, ладно? И уверен, что там еще ответим. Ну да, из команды кто-то, да, свяжется, ответим. Спасибо огромное. Очень рад был тебя увидеть в таком формате. Хотя в таком формате никак не повлияло на душевность и чистоту, и легкая встреча. Ну да, и знаешь, поймал себе одна мысль, что особо ничего не поменялось, как мы с тобой общаемся в Zoom по каким-то проектам, по каким-то, в общем, делам, да? Мы так же душевно пообщались просто с Азуличем. Поэтому спасибо тебе, что позвал. Надеюсь, что каким-то образом было полезно то, что я сегодня озвучивал. Поэтому рад такой возможности. Безусловно. Благодарю тебя. Всем счастливо, друзья, и до новых встреч. До свидания.